Вот то, что вы видео снимаете, вы много зарабатываете? Ну, последнее время так нормально, хватает. Сейчас рекламирую тушенку, кстати, если надо вам. Видите, в таком ящике, прикиньте, это тушенка. Вы можете в это поверить? Супер, ну че га. У нас тушенка упакована лучше, чем у вас духи в России, прикинь. Ну да, а вы были в России? Вот представьте, через лет через 10, короче, приходит, ну, в России уже тогда, санкции, наконец-то, вы почувствуете, и приходит парень такой, говорит, девушка, а, ну, там, Катя говорит, я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, у меня для тебя подарок, и открывает такой, 8 банок тушенки, и ты такая, не может быть, украинская тушенка, я согласна, сегодня же, представляешь, что так? О, здорово. Здравствуйте. Как жизнь? Нормально потихоньку. Чем занимаетесь? Так с вами же общаюсь. Наверное, фейки какие-то троллить. Кого? Фейки. Фейки троллитья? Да. Вы вот, когда в интернете какое-то слово прочитаете, вы его смысл узнаете, прежде чем использовать потом? У вас, наверное, у вас ума не хватает, чтобы понять. Когда я говорю, что фейки троллите, то говорите. Фейки, чтобы потроллить россиян. Например, как-то... А, на поле хрена мозг включился, наверное. Вы мне напоминаете, помните, из «12 стульев», по-моему, вот эту людоедочку, которая знала там 30 слов. Элочка, по-моему, или как ее. И у вас вот речь, она как бы без припинаний знаков. Да, соответственно, вот вы решили, что два слова, и все должны догадываться, что вы там промычили. Я понял. Я все у вас понял. Просто, знаете, иногда... Как вы женой общаетесь? Надо иногда включать. Жена есть, ебаться, спать. Все вот это, да? Вы так делаете? Ну, я говорю, вы же, вам же хватает этого. Она же догадывается, что вы хотите. Ну, я так не считаю. Вы так считаете, что это радуется. Это, наверное, со своего примера говорите, да? Ну, уже все понятно. А насчет есть, вам это знаком. Наверное, ебаться уже тяжело, а вот спать охуенно. Я рад, что вы мне беспокоитесь. Можно вот такой человек, как известно. А сколько вы сейчас весите? Я говорю, 100 килограмм с гаком. С гаком. Ну, вообще, реально, больше 150 килограмм. А, слушай, извини, извини, извини. А зеркальная болезнь началась? Это какая? Ты даже зеркальный болезнь не знаешь? Ну, ладно. Знаешь, когда... Я знаю три типа ожирения. Блод позы не дает на своего там другана посмотреть. Это есть три типа ожирения. Это когда... Не видно, когда висит. Не видно, когда стоит. Не видно, кто сосет. Вот я сейчас вижу, что кто-то из россиян сосет, но не вижу, кто. А, ну, то есть зеркальная болезнь. Зеркальная болезнь. Это не твоя жена там пришла ко мне в гости? Ну, я не знаю. Не. Как она была, выходила к иностранцам, когда приезжали они вот на чемпионат мира? Бля, я свечку не держал. Нет. Да правильно. Жена свободный человек. А, слушай, а когда американцы приезжают, твоя жена выходит? А когда они к нам приезжают? А что, они приезжают? Что-то я не видел вообще ни одного. А ты, знаешь, наверное, ты не видел фотографии, где, как его зовут-то уже забыл, американец сидит на месте президента, блядь, и разговорствует с твоей дома. Так ты думаешь, один американец, он сделал же сколько тысячи фанатов, которые шпилили ваших баб целый месяц, да? А когда печеньки раздавали, ты как, брал печеньки? А когда вашим бабам защик раздавали футболисты? Нет, на Байдане был, брал печеньки. Нет, на Байдане не был, так я спрашиваю, когда эти болельщики футбольные раздавали вашим бабам защик, убрала твоя жена, нет? А что, это кто-то свечку держал? Так это тоже печеньки, ну нам хоть печеньки, а вам вообще песеный раздавали. Нет, 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 подожди. А когда Хорватия вашей команде раздавала? Или показала, или ты просто как пиздобыл, просто... А когда команда Хорватии вашей команде раздавала? Троллишь фейками. Я понял, когда команда Хорватии вашей команде раздавала, как там вам понравилось? Раздавала? Ну да, бились хорошо. А что там бились вашим носоварьем? А, наверное, украинские. Так же, как твоей жене и фанаты. Украинская команда, она заняла, блядь, первое место на чемпионате мира. Украинская команда игнорировала поездку. Слушай, она, блядь, лоханулась так, что даже не смогла попасть на чемпионат мира. Украинская команда игнорировала поездку в страну окупанную. А что, не, подожди, а она в отборочных матчах участвовала? Ну, сделала вид, конечно, что дисквалифицировали, конечно. Она просто проебала все. Слушай, а можно тебя спросить, а как ты к Кусику относишься? К Кусику как к человеку или к чему? Ну, как к боксеру, как к человеку. К нему лично нейтрально абсолютно. Вообще? К его поездке в страну окупанную, ты героический ненагивный. Он не герой для тебя? Нет, абсолютно. А что он героического совершил? Он что, приехал и Путина убил там или что, в Москве? Ты что, что сделал? Или что сделал? Он неоспоримый чемпион. И что? И что? Что он для меня, как для украинца? А Кличко для тебя? Что это удивительно? Кличко для тебя героев? Кличко, да. А он что неоспоримым-то сделал? Нет, Кличко не ездил в страну окупан, биться. Ты такой тупой. Слушай, вот я понимаю. Объясни, почему ты своих зрителей овцами называешь? Не овцами, а стадом. И не своих зрителей, а тех долбоебов, которые голосуют за пророссийских кандидатов. Подожди, нет, ты не говорил, что там голосуют. Ты главный сказал, чтобы стадо, поскольку стадо... Да, ты до слова послушай, я сказал, что наше стадо побежит не туда. Нет, ты не так сказал. Я же тебе объясняю. Главное, чтобы наше стадо пошло управленное управление. Я тебе объясняю, у меня на канале это пастухи, которые должны послушать стадо. А, наше стадо, но мы можем побежать куда-то не туда. Не скидывается, на самом деле денег, чтобы тебе пожрать хватало. Зачем ты их кусаешь? Что-что? Когда они тебе не скидываются, нормально. Вижу, у тебя попка начала подгорать, да? Ты уже начал бегать, чтобы остудить его. Нет, я просто... Рекомендую сесть в тазик со льдом. Нет, ты не рекомендую. Да, иди на кухню, набери тазик. Рекомендай ты двоих, ты можешь порекомендовать своему стаду. Подгорает, я вижу, да? Нет, вообще не подгорает. Подгорает у тебя аж по красе. Дядь, успокойся от чего ты. Я могу сидеть, прикидывай. Ай, больно, да? Ну ладно, походи-то, да. А ты можешь сидеть. Но я тебе говорю, твоему стаду говорю, ну смотрите, вот свинью. Скидывайтесь ему на пожрать. Кстати, ребята, не забываем, донат, 4284, поддержка канала. Да, донаты и бабла, и бабла, и девяносто, а больше, чем донат. Потому что нам, а таких свиньорусов хорошо мочить. Чем больше доната, тем он больше весит. Ну это да, это все просто. Да, я знаю, что ты согласен с этим. Ну я же говорю, да, пусть донатят, это же хорошо. Да, нет, ты сказал не об этом. Я сказал, что чем больше донатов, тем больше ты будешь весить. Ну это тоже как вариант. А что тут болит? Ну я о том же говорю. Ты завидуешь, а что вы сгидали свиньи? Ты завидуешь этой свиньи? Вы похолодались что ли? А то сожрет все, что вы ему задонатите. Так надо же больше донатить, чтобы я не успевал все сжирать. Ага, ну да. Ну тогда лохи побольше отсылайте, чтобы он не успевал сжирать все. Конструктивно еще какие-то замечания есть или будет и дальше ползать? Я уже тебе все сказал, ты же ответить не смог. А ну хорошо, окей. Болтава, что ли? Ага. Ты живой, что ли? А куда же делаешь? Самый известный Ивановский свинорус, да? Так как вам угодно. Ну реально, да? Главный друг, да? Главный друг ваших мамаш. Слушай, я думаю, там все давно атрофировалось. Думаешь? Так может еще... Может еще жена твоя сможет как бы что-то возродить там, а мне чувства какие-то? Без понятия. Не? А дочка есть у тебя? А ты так вот по детям, да? Не, ну если взрослая, конечно, не, я же вопросов нету. То есть когда вы на Донбассе убиваете украинцев и детей в том числе, это вас как бы не волнует. А когда я тут задаю вопрос, вы прям такие, блядь, все нежные становитесь. Не по детям только. Пойди расскажи детям погибших украинских воинов, которых вы поубивали. Вот смотри. Вот ты, короче. Вот ты посмотри. Послушай. Ты когда от ожирения сдохнешь, тебя вот дети все в Донбассе будут там встречать. Понял? Все. Может ты хуйла? Я-то начал. Понабирают. Река Енисея. А, это же появится от Волги, от Енисея. Вот это моя Россия, да? От Волги и до Енисея. То есть, то ваш кусок, то Россия, да? Ну опять. Не-не-не, ну так я просто не пойму, что так сократили Россию. Орель Великая, а получается, только от Волги до Енисея кусочек. Ну это вам не ко мне, а надо в группу любые обратиться. Так это же любимая группа Путина, вы что? Да вы что? Была когда-то, конечно, как. Да я и не знал. Вы мне не жопели. Может это после того, как мы свою часть заберем, и часть свой китайцы, то вы будете между Волгой и Енисеема там где-то? Забирайте. Хорошо, спасибо, что вы разрешили. А у вас есть полномочия, чтобы разрешать вообще? А то потом придет Путин, скажет, кто ж тебе царская морда дал разбазаривать наши... Эти... Да-да-да. ...водья. Морда царская. Значит, вы уже смотрели советский фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Конечно, кто же не смотрел? Тогда было всего в Советском Союзе три нормальных фильма. Вот мы их и смотрели постоянно. «Инимино», «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию». И, честно говоря, вот они нам нравились только потому, что мы не видели ничего другого. Я вот сейчас теперь их смотрю, я смотрю, насколько актеры играли слишком наигранно. Как-то это все было фальшиво. И... Ну, не все, конечно, но большая часть это как-то по-детскому. Смотри, после сравнения с голливудскими фильмами, это, конечно, по-другому. Ну, голливудские фильмы, конечно, никто не переплюнет. Когда у них герой один, американский обязательно, он спасает весь мир. Весь мир он сразу спас. Земной шар спас. Там простой бурильщик под шар земной. Там простой таксист из будущего, там, в 23 веке. Куяк. Последней спичкой, бля, спас опять, там, тысячи человек. Так вот, вы хорошую вещь заметили. Так вот, смотрите, в чем разница. Вот американцы, они всегда показывают, что каждый человек это личность. И от каждого человека зависит его будущее и будущее целой страны. А в России, наоборот, это все происходит. Получается, что в России россиянин никто, абсолютно. Россиянин это пешка. И вас кого не спроси, вы что говорите? Мы ничего не знаем, это Путин все виноват. Опять обвалили трансляцию. Оба-на, Полтава ебаная. Сучка, бля, ебучая. Привет, сына, русы. Ты хуевер. Ты пидор вонючий. Креветка драная, блядь. Как я люблю, как у вас горит жопа. Ты ущербный, блядь, напрочь. Это я ущербный, посмотри на себя. Ты пидор вонючий, блядь. Ты глянь, в чем ты живешь, он что? О, ебучая. Сидишь, сука, тебя в стенке надо поставить. Гебануть тебя, блядь, башкой оттуда. Зарабатываешь еще деньги, блядь. Пидоренок. Подгорает жопка, подгорает. Козел. Кузок. Не козел, а кусок козла, блядь. Ой, кусок, блядь. Ну, что за, пидор? Смалишь или хочешь, чтобы я тебя дальше там поносил? Так, я же хочу с тобой пообщаться, как бы. Ну, давай, давай пообщаемся. Хотя бы пару слов. Че ты хотел? Вонючина. Ну, ты ж вонючка. Ты ж на телевидении коглядском выступал. И что? Ну, ты за ебучка там сидел. Тебе шарик опустил, блядь. Тебе плохо пахло? Тебе плохо пахло, что ли? Прямо пеши, ну тебя опустили. А че ты заболчал? Пидор вонючил. Я ж слушаю, ты ж слова не даешь встать. У тебя ж там горит жопа. Да я не даю. Ну, давай говори, че ты хотел. Так, у че тебе жопа горит, ты скажи. Да у меня жопа, я про жопу, ты хохлы про жопу говорят. Я ничего у меня не говорю. Это вы хохлы, червя, про жопу говорите. Вы ее америкосом подставляйте, они вас ебут. Вот так ты думаешь, да? А я про жопу ни слова не сказал. У тебя жопа на первом месте. Твоя ебучая, блядь, жирная, блядь. А у тебя кто на первом месте? А у меня на первом месте Россия, блядь. Россия у тебя? Да, да. Да, Россия. А шо ты сделал для России, скажи, усатый? Я верил в Россию, я живу в ней. Я сделал то, что мог, то и сделал. Я тебе, блядь, отчитывался, пидору вонючим. Мы не собираемся. Отчего ты не собираешься? А нахуй ты мне всрался. Вонючка, блядь, жирная, блядь. Слышишь, ты блогер, блядь, ебучий, блядь. Вот выставь наш разговор в YouTube. Тебя, блядь, сука, пидора, блядь, конченого, опустят. Ты сидел на телевидении, блядь, пиздел там что-то. Ну ты тупая, блядь, тварь. Ты просто тварь. Чего тебе подгорает, скажи, не могу. Да у меня не подгорает. А ты про жопу заговорил. Да подожди, притуши жопу свою. Скажи, что не так я там сказал? Что ты хотел? Так что я там не так сказал на телевидении? Ну ты про жопу начал говорить. Вот жопа у тебя подгорает. И в очко, блядь, и куда хочешь, и в рот, блядь, и в глаз, и в нос, блядь. Вот так, да? Так, у него, блядь, подписчиков больше, чем у тебя, намного. Так а просмотра столько же, сколько у меня, как так? Тебя никто не смотрит. Ты под стенкой сидишь, блядь, тебе надо ебнуть голову об эту стенку. Чтоб она у тебя, блядь, если никто не смотрит, чё ж это меня? Ты нахуй, ты вбрался кому? Пидар вонючий. Ты попал за меня. Так чё ж меня-то, да, если никто не смотрит? Ага, ущербный, блядь, напрочь, ты, Полтава ебаная. Всё? Всё, достаточно. Животного. Здравствуйте. И вам не хворать. Как ваше здоровье? Замечательно. Не доставили вас русские оккупанты? Та, так не особо. Вижу, вас поклеймили уже там. Шо это у вас за... Ну и слава богу. Шо это за клейма на вас понаставляли? Кто? Это хозяин, наверное, ваш, я же не знаю. А кто это такой? Путин, хуйло, он же. Вы думаете, он мой хозяин? Конечно. Ну, российский народ же. Откуда вы это взяли? Откуда вы? Тысячу лет-то крепостное право было. Конечно, откуда вы? Ну, перестаньте, Путину не тысячу лет. Ну, Путину нет, но приемственные же там всякие российские скрепы. Крепостное право, это же главная скрепа российская. Ну, крепостное право, когда было у нас, оно и у вас было? При крепостном у нас его практически не было, там было 10 лет. Абсолютно-то аналогичное было. Абсолютно не аналогичное, надо историю знать. Кто вам такое сказал? Историки, историки такое сказали. Какие? Какие? Различные историки. Ну, различные, хоть одну фамилию. Вы не знали о том, что в России крепостное право было просто несколько столетий начинать? Нет, нет. Да, так надо подтянуть историю. Согласен, может быть. В Украине были постоянно протесты после этого. А у вас, когда дали в конце концов свободу крепостным, то никто не захотел расходиться. Так же, как и вы сейчас не можете без внутреннего стержня быть. Вы слушаете? Вы зря перебиваете, потому что вы можете не узнать ценную информацию. Так протест. Давайте я вам звук выключу, чтобы как вы любите. Так вот, я вам рассказываю. Ну, вот уж. Единственное, что они могут, это, блядь, кукарекать. Витаю. И я вас витаю. Вот теперь мне придется клавиатуру не мыть. А что теперь делать? А что, разлили на нее водку? Облежите тогда. Там Андрей Полтава, пожалуй. Так что, я же не на клавиатуру. Монитор не надо мыть или веб-камеру? Так, а мне теперь придется все не трогать, потому что это святое. Лучший блогер Украины посетил, это наше место. Снизошел, так и бы. О, снизошел. Изъявил желание. Ну, а вы где там находитесь, скажите? Да вы знаете, мы в ебенях. Вы даже не представляете, в каких. Да, представляете, это же Россия, есть вся. Вы зря себаетесь, я прямо, я говорю, действительно, при Урале. При Урале. А, все, мои соболезнования, я понял. Ну, так. А вы знаете, человек ко всему привыкает. Как вы привыкли к европейскому климату, так же. Мы привыкли к этим морозам. Нам было очень тяжело привыкать. Вот это, понимаете, вот это теплое, постоянно лето. Вот это, умеренный этот климат поганый. Вот эти все фрукты. Богатый чернозем. Ужас. Три урожая в год. Хотелось, хотелось шишек вот этих вот погрызть, мха походить, пособирать. Блин, и все никак. Вот тяжело давалось привыкать, конечно. Ну, ничего. Как-то... А ведь действительно, а вот если без юмора, то Украина благодатный край. Это Европа, действительно, по климату. Да, при чем тут Европа? Украина, это украинскую мову колыска цивилизации. Какая? Колыска цивилизации. Вы же знаете украинский язык, сказали. Вы не знаете, что такое колыска? Нет, во-первых, я не говорю, что знаю украинский язык, вообще-то. Так вы же вроде вначале на украинском языке поздоровались, нет? Нет, я... Ну, это же всего лишь приветствие. А, все, я понял. Извините, я просто не... Нет, я не знал. Это Даня уже не собеседников всего лишь. Можно сказать и французу, и англичанину. Да, я понял. Ну, что там, как вы думаете? Чем, думаете, это все закончится? Бойцы-то. Чем это закончится? Нет, чем это кончится, например, если все эти последние события? Ну, поражаем бы сливать откровенно, конечно. Думаете, надо ему больше приложить усилия, догибать Рашку, да? Я тоже считаю, что сливает он. Надо, короче, как-то все-таки санкции ужесточить. Нет, вы знаете, просто в Голландии... Я думаю, ему как раз второй срок, он сможет выполнить все, что не выполнил по плане России. Да я с вами абсолютно солидарен. Порошенко лучший президент Украины за все предыдущие годы незалежности. Это да. Он херачит, разваливает и разваливает, разваливает и разваливает. Рашку санкциями и прочим. Да нет, собственно, государство. Так, а как он разваливает собственное государство, если долги выплачиваем по международным? Вы, даже вы нам за газ должны в судах выбили. Украину Рашки не слил. Евро... Секунду, дайте... Безвизовый режим с Европой договорился. Все, человек старается. Как же сливает? Это он, Путин, молодец. Он все ведет, стадо свое, в эту, в бездну Леммингов. Так-то я слил за вашим творчеством, кстати. Не, я понял. Так вы про Порошенко так и не договорились. Вы достаточно оригинальный человек. Вы однажды тоже назвали электорат украинским стадом. Стадо в нужном направлении навести. Да, так я и подчеркнул. Я сказал, у нас такое же стадо, как и на России. Абсолютно. И этим стадом надо правильно управлять, как вы хотели. А вы хотите сказать, что это два раза славянских народа? Ну, посмотрите на себя, какой же вы славянский народ. Я бы сказал, если присмотрелся, то вообще вы не какой-то славянин. Может, какой-то сильно потолстевший узбек, допустим. Господин Карпов, мы, в общем-то, с вами похожи. Возможно, у нас генетика даже одна. А я не знаю, чем мы с вами похожи. У вас такие же узкие глаза, как у меня, что наводят меня на определенные мышления. Если вам будет светить вот этот свет в глаза, под которыми я сижу, у вас будут точно такие узкие глаза. У любого человека будут такие же узкие. Хорошая обмазка, сто процентов. Да, вы не думали? Где же они узкие? У вас генотип явный, если я вам... Я знаю, в чем разница. У вас отсутствует сверху... Как он этот называется? Ну, монгольский. У вас отсутствует складка на верхнем веке. Понимаете? Вот этот главный показатель того, что вы монголоид. У меня складка присутствует. Закончился. Здравствуйте. 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 Это не украинская игрушка, случайно? Украинская. Украинская. Прикольно. Я давно хотел такую себе. Я давно хотел такую себе. У-у-у-герс, по-моему, да, они называются? Да, да. Да, да. Класс. Прикольно. Красавчики. Красавчики. Халявную рекламу делали. Халявную рекламу делали. Вы специально ждали, я понимаю. Я понимаю. Это лайк. Вы не производитель случайно этой штуки, нет? Не случайно этой штуки, нет? Якобы случайно... Якобы случайно зашел на стрим. Да, я же все понимаю. Не, хороший продукт, мне жалко прорекламировать и бесплатно. Реально, молодцы, своими мозгами сделали такую штуку, которая продается во всем мире. Вот эти наборы. Во всем мире. Во всем мире. Более 80 стран. И реально оригинальные штуки такие. Там и паровозики, что ездят, и балеринки там. Ну, что хочешь? Да, да. Молодцы. Все правильно. Спасибо, Андрей, за рекламу. Давайте, удачи. Хорошего стрима. Давай, пока. Давай, пока. До свидания. Свино-русские сраки продолжают так сильно гореть, что, видимо, нагревают кабель. Из-за этого идет херовая трансляция, ребята. Поэтому приходится вот так вот бороться. Свино-русы пытаются дедосить. Одни отсасывают, другие дедосят. Привет. О, привет. Привет. Давай, Андрюха, пообщаемся. А в чем? Ну, не знаю о чем-нибудь. Может, ролик обо мне выпишешь. Тебе медаль за что? Вот это вот это вот лучшее сука породы. Какая медаль? Он висит, блядь. Какая медаль? Это катана. Медаль? Какая катана, блядь? А, ты слева имеешь? За танки. Я третье место в мире танков взял. Покажи ближе, что ты врешь. Какое там первое место, брехлот? Третье, я тебе сказал. Я тебе сказал, третье. Показывай третье место. А, в мире танков? Да, да. Это вот это для вот этих дебильных танков? Да, да, да. Третье место, представляешь? Это успех. Это успех вообще. Я понял. Ну, че? Давай задавай вопрос, а че? Так у меня к тебе нет вопросов. Какие могут быть вопросы? А че? Только ответы есть. А что тебе спрашивать? Ну, что я тебе могу спросить? Ну, я не знаю, я русский, я русский, я не живу на Кавказе, в Ставрополь. Что ты можешь? Ну, что ты можешь сказать? Ты все равно правду ты не скажешь. Ты все равно спиздишь, понимаешь? Потому что вы, сука, врете все, блядь, поголовно. Тем более, если бы ты еще не знал, кто ей, может быть, какую-то правду сказал. А то я буду еще всю, суку, хуйню рассказывать. Потому что, с одной стороны, ты пиздло, блядь. С другой стороны, ты слышишь, что тебя выебет мусора или ФСБ, и ты правду не скажешь. И с другой стороны, блядь, такое же хуйло, как и твой Путин, блядь. Вот и все. О чем ты можешь разговаривать? Это на все, что ты способен? Вот, нет, я все еще раз говорю. С вами, пидорами, которые приходят сюда, блядь, каждый день, как на работу. Я прихожу. Врать. Это ты приходишь каждый день, как на работу. Ты блогер. Да, да, я-то, да, таковычу, у меня канал на ютубе, да, у меня канал на ютубе, работа, действительно. Да, да, да. Так и ты что сюда ходишь, скажи? Надо тебя посмотреть. А, так в ютубе, посмотри. Или на таких тупых, как ты, блядь. В ютубе, посмотри. Ну, посмотрю, что и смотрю, и прихожу из-за этого, чтобы посмотреть. Ну, хорошо. Ну и все. Отлично. Замечательно. Что еще, какие вопросы у тебя? Нет, нет, я же все сказал, никаких вопросов нет. Интересный. Угу. Все, давай. Ах ты заебанная мразь. Счет на горячая жопа. Мать, когда я ей была 16 лет, подлая, а ты крыса, блядь. Блин, я даже не... Может тебе холодненькую бутылочку сдать, чтобы ты там как-то охладил? В гробу столько раз, сколько черти тебя будут тыкать. Жопу убил, хаю, твой рот я ебал. Самая завершенная блядина в ютубе и в театру летки, это ты, твой, мать, выебал бы самый конченый бич. Ты выдыхай, набери воздуха больше, набирай. Я буду все ебал. А то тебя сейчас кондратьи схватит там. Воздух, чтобы разнообразно тебя, пидараста, ебать во все щели и делать с тобой то, что ты заслуживаешь, твой маму бы я не выебал. Потому что это мразь вонючая, но в хуй бы мне не сперлась. Самая конченная гадина, которая может быть на свете, вот это вот ты, твой, маму ебал, на твоей могиле даже не будет креста, пидараст. Не будет креста на твоей могиле. Тебя похоронят за оградой кладбища. Потому что таких, как ты блядей, с людьми не хоронят, блядище. И маму ебал твою, когда вот придет твой час, ты точно так же омерзительно подохнешь, как твой вот этот кентафорик Больнов, я твой все ебал. Жека, тебе привет, передают Синарус. Третьяна, задевченная, ты, есть конченная мразь. Такое ощущение, что у него что-то случилось. Здрасьте. Здрасьте. Где проживаете, не в шин секретах. Вам зачем? В доме проживаю. Ага. Да нет, это я к тому, что просто сразу настрой понять. В смысле? В смысле, там с западной Украины, с восточной есть адекватные. А как вы, как вот примерно распределяется по Украине, вот адекватные и неадекватные? То есть больше к востоку, больше адекватные, вы считаете? То есть больше к востоку, больше кого, ну, кто там? Ну, к востоку, адекватно больше, да. Ну, как я же, понимаете, тут получается, какое палево. Вы мне спросили, откуда я, а я сказал, что я в доме живу. А вы сказали настрой. Вы прекрасно знаете, кто я, правильно? Ну, опять же, морозитесь, как всегда вы. Но не получается. Вы не расслышали ответ, вы подумали, что я сказал, что я из Полтавы. А я же не сказал, что я из Полтавы. Я сказал, что в доме живу. А говорите, тогда понятен настрой. Блядь, ну, почему вы такие лживые собаки, свинорусы? Ну, зайди ты, скажи, здравствуй, Андрей Полтава, там. Мне тоже больше нравится, когда там заходят, и сразу у них жопа горит, и понятно. Ну, вы же лживые, блядь, взрослые мужики, и так врать сидеть. Ну, скажите. Ну, почему ты все приврал? Я сказал, чтобы было понятно, откуда, понятен тогда настрой. Западной Украины одно. Нет, ты сказал, что тебе понятен настрой негативный. Я не говорил, чтобы мне понятен. Слушай, ну, ладно, ты же знаешь, кто я? Знаешь прекрасно. А? Я не знаю. Ну, так а что ты морозишься сразу на ночь? К чему это вранье дальше? Обниматься, что ли, с тобой? Он пишет, это фан-клуб Полтавы, блин. Кто? Мой российский фан-клуб. Вы же там, я не знаю, бородатого чувачка себе там сделаете на колочку вместо вот этих непонятных. Я Горбовского фан-клуб. Сим, а, ты, ну, это, ну, давайте. Вместе с шареем, блин, два пиздуна. С тобой сравнить, это вообще невозможно. Той пиздоболт. Так, а что я неправду говорю? Давай, обоснуй тогда уже свой базар. Ты, ладно, ладно, не, не буду говорить, ладно, потому что хотел сказать, что тебя сразу пали, то, что ты врешь, но не буду, потому что это одному скажешь, вы же начнете опять все это. Так что, что я не так говорю? Вот честно, я не помню, но смотрел и все. А, не помню, так, так за дело, что ты такое сказал, что ты не помнишь, но очень не понравилось. В принципе, я не смотрю. Это как, кто там говорил, Жванецкий, что говорит, трудно спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел. Вот так же и тут, ты меня не смотрел, но я тебе жутко не нравлюсь. Нет, я не сказал, что он мне жутко не нравится. Я некоторый видел твои эти опуски. Ага. Принципиально их смотрел или принципиально не смотрел, я не могу понять. Я что сказал, что я принципиально не смотрю, я говорю, просто не смотрю. Потому что, ну как, вот, если говорить, вот просто разговаривать, то надо же чем-то оперировать. Я сейчас просто не помню. Конкретно в чем-то, и вспоминать просто сейчас не вспомню. Но в чем-то я с тобой был не согласен. А, я понял. С того немного, что я видел. В общем, вообще как-то вяло это все. Знаешь, вот как Россия вся, вот обвисший писюн, вот эта вся твоя риторика. Что-то плохое, хуже, чем Шарий, но хер его знает почему. Нет, ну все, Шарий. Что врал, не знаю, что врал. Ну я же говорю, в принципе, я не смотрел тебя. Так, вопрос тогда, слушай. Почему больше всего подгорает у вас от меня, я так понимаю? От тебя? Почему от остальных? Мне же как-то неудобно. Остальные правду говорят, ну наши говорят? Да вы все пиздите, Таня. Все пиздите, да. Так а что мы все пиздим, опять же же вопрос тогда? Ну а в этой, а в войне с Россией вы пиздите? А что мы об войне с Россией пиздим? А в войне с Россией вы пиздите, что российская армия своя воюляет. А в том, что мы, а в том, что вы Крым оккупировали, мы тоже пиздим? Ну а как мы его оккупировали? Блядь, ну как? С войсками как вы оккупировали? А войска там были до этого? Ну так они же должны были находиться в местах дислокации, а не по всему Крыму шароебиться. Ты не знал об этом? И должен был быть контингент 9 тысяч, а не 50, как вы туда наняли. 20 тысяч вообще-то по договору. А? 20 тысяч по договору там было. 9 по договору. 9. Но все равно в местах дислокации должны были не шароебиться и блокировать украинские части. Как бы ты чувствуешь разницу? А ты знаешь, сколько этих осталось в воях перешло на сторону? А ты знаешь, как в 2008 году вы оккупировали в Грузии? Не помнишь? Привет, Андрюх. Здравствуйте. Ну давай, начинай на меня атаковать. Да я ж никогда не атакую. Да я посмотрел твой ролик. Вы мои видео не смотрели, что ли? Я посмотрел твой ролик, ты все время сразу начинаешь с атаки. Ну ладно, классический. Андрей, а вот ты скажи... Секунду, вы попросили... Секунду, вы попросили, я атакую. Классический вопрос. Да, да, да. Почему в великой стране вы не можете сделать себе зубы, скажите? Андрюха, у тебя какое образование? Ты мне для начала... Высшее. Я сориентировался. Я инженер-строитель, а ты кто? Высшее техническое, инженер-электромеханик. Электромеханик? Слушай, у меня сын тоже электромеханик. Так что по поводу зубов? Каких зубов? Ну давай, давай. Тех, которых нет у тебя. Ты же уже заранее... Вот туда, куда ты вставляешь сигаретку, вот что там нету зуба, скажи. Ты заранее уже приготовил просто, да? Да не, ну просто что тут? А я вот смотрю на тебя, ты не инженер-электромеханик. Я еще раз спрашиваю, почему в великой стране с высоким уровнем дохода, с алмазами в Якутии, с золотом, нефтью в Тюмени и всем остальным, почему у вас вы живете как нищие? Андрей, у меня такое ощущение, что у тебя вот интеллект, как будто ты учащийся... Я понял, так ты можешь ответить на этот вопрос? С моим интеллектом понятно, ты можешь проявить... Нет, ну ты мне скажи, ты какой профтехучилища закончил? Я заканчивал полтавский технический университет имени Юрия Кондратюка. Юрий Кондратюк, это полтавчанин, который разработал методику, по которой в конце концов американцы полетели, по-моему, на Луну. Лунная их программа. Благодаря его. И он разработал, так чудом, он издал эту методичку небольшую. Она вышла небольшим тиражом, чудом сохранилась в американской сенатобиблиотеке. Ее там чудом обнаружили и по ней сделали... Он разработал траекторию, как используя гравитацию Земли, можно, используя гравитацию Землю, поворачивать вот эти космические корабли. Понимаешь? Слушай, и чё, и чё, и чё вы мир вот так, вот, так бы, не пошло. Ну, лягушонок опять продолжает дедосить, ребята, если вы не понимаете. Не могут они, не вытягивают они со мной разговоров. Поэтому жопки-то подгорают. И жопкам становится больно. И жопки-то, да, поджигают немножко интернет-кабель, из-за чего подключается, собственно, реосоединение. Ну, ничего. Мы это тоже поборем со временем. Ну, блядь, это ты же блогер, да? Который России парафинит постоянно. Это я. Вот ты, чёрт, блядь. Андрюха, привет! Привет, лягушка! Мы нашли твою фотку вообще, ты поржёшься. Не видел в фейсбуке выкладывать? Да не, вот твоя рожа, это вообще шедевр, блядь. Полужидовская, блядь, полухую повёшься. Чёрт, сейчас я народу покажу, народ проржётся. Сейчас, секунду. Да чё им ржать? Вот моё лицо, хули ржать. Не-не-не, это не то. Сейчас я найду тут. Специально фоточку нашли тебя, копия. Ну что, как успехи? Заебись, чё, не видишь? Всё нормально получается, ты нервничаешь. У дедусика жопа горит. Он отключился, не вывез разговор со мной. Да, перестань. Нет, ну как так? Что тут вывозить? Да хули там, конечно. Сейчас, 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 я сохраню. Сейчас, да, пока послушаю. Давай, я жду, жду фотку, да. С тобой, сейчас, сейчас, обещаем чай, горячий чоколад. Просто очень, очень, очень. С постоянным приёмом стейка. Так, сейчас мы разнадьём. Так, вот так, за его сохранил. Ну так, как всегда у вас, знаешь, такое, для дебилов. Да не, это, даже на войне можно тянуть прикол. Так не, так а что, а в чём тут прикол? А русские никогда не отчаиваются. Мы всегда нормально всё. Не отчаиваются. Ну, я с вас ухатываюсь. Живёте в жопу, не в радость. Да ладно, ты даже не знаешь такие моменты, когда высушники с ДНР-овцами, с ЛНР-овцами бухают вместе, сидят там, выходят. Нет, таких не знаю. А я знаю. Вот фоточку с 11-3, посмотри в себя. Нацикки только накручивают всякую херню. А где это было, чтобы бухали? Да сплошь и рядом, постоянно такое было. Как да? Ну, давай, примеры приведи. Вы же пиздоболы такие. Да ладно, блин, ну зачем я буду раскрывать? Я сам лично участвовал. Что же я буду имена называть? И БТР, и по 15 тысяч гривен у вас покупали. Серьёзно? А можно все посмотреть? Я тоже сделаю нормальный такой. Я фотошопом умею владеть. Тебя с кем-то. Умеешь владеть? Будет прикольный. Блин, копия ты, скажи. Лягушонок. Нет. Кстати, погоняло, чтобы ты выделялся у всех новое для тебя. Андрюха, платва. Вот, платва. Блин, ну это не новое, это просто от того, что вы путаете. У вас же Москва, платва. А вы же и орфографию не знаете. В этом все проблемы. Да, да, да. Мы не знаем орфографию. Я всю жизнь на пятёрке учился. Ты рассказывай. И толку, что с этого получилось. Кстати, слушай, я же посмотрел твои фотки на миротворцу. У тебя были такие красивые шелковистые волосы. Длинные вот такие. Девчонка была такая девчонка классная. Это после Донбасса? Нет, это не девчонка. Нет. Мужики из Донбасса тебя не поняли, да? За косы тебя полирают. Нет, я по своей просто взял и со стрики всё. Как так? Из-за парня? Нет, потому что война идёт. Мешают. А как они тебе мешают на войне, скажи? Да вот так. Сильно выделяешься с ними. Надо быть как все. Я же понимаю, потому что мужской коллектив. И когда ты где-то стоишь спиной, то все думали, что ты баба. Нет, ты хорош, блядь, дуру. Я старовер, поэтому носил длинные волосы и бороду носил. Так они же не староверы. Ты же просто не понял, куда ты попал. Сейчас я с миротворцем эту фотку вытяну, чтобы народ посмотрел. Давай. Так, сейчас. Где ты тут у нас? Там где ты с этими. С русой. Я просто рассказал, что ты белобрысый. Русый. Так я же не понял, куда волосики делали. Всё тоже потому и спрашивал тебя. Как так произошло? И там чётко всё видно. Ну там фоток нету нормальных. Там какие этот, ну долбоёб админ этот скопировал там с контакта. Да и всё. Так, ну блин, он виноват, что у тебя долбоёба нету нормальных фотографий. Ну я же нормальные фотки не буду всем показывать. А какие это нормальные ты считаешь? Ну семейные, допустим. Там какие-то фотографии с друзьями. Семейные фотографии? С родителями, с родителями, с детьми. Я понял. Так, сейчас мы покажем, какой ты был красунчик. Как ты нравился этим. А почему ополченцам ты сразу начал нравиться? С такой косой. Вообще, блин. Они ж приехали... А это твои фантазии, Андрюк. Прекращай, как коке им нравится. Думали, что ты это... Вообще сбылась их мечта. Нет, не гони дуру, не надо. Не, ну нормально, смотри, вот так. Годится? Ставьте лайк, кому нравится, как выглядит. Как ты там? Да, ставьте лайк. Это Корнев, ты Корнев или Корнев? Корнев, Корнев, Евгений Александрович. Евгений Александрович. Россия, Воронежская область, город Калач. Да, так точно. Это не тот копченый Калач, который иногда... Нет, это легендарный город Калач. Сейчас я гляну этот легендарный город. Здесь была когда-то, ну как вы считаете, украинская земля, которую забрали. Вот это же потом наехали, потом такие, как вы, Макшане, туда. Нет, я здесь испокон веку. Мои предки основали эту землю, эти деревни здесь живут. Основали эту землю? Да, да, да. Я думал, только мы Черное море копали, а оказывается целые земли там... Нет, в этих местах они живут испокон веков. Так, сейчас мы посмотрим. Несколько фамилий здесь моих. Не, ну занимающийся земледелием и скотовозным. Это украинцы. Ты при чем тут? А, может мы разводили таких, как вы? Да ты просто забыл все свои корни. Кстати, мои предки, мои старшие, все говорили на суржике. То есть, ну грубо говоря, на украинском языке. И я умею. Правильно же говорят, что Украина это была? Да это просто была одна страна. Это сейчас есть Украина, есть Россия. Ты не забывай, что она существует не так давно, это Украина. А какая одна страна? У нас... А если ты забыл, до этого была СССР, а перед этим была Российская империя. И все мы дружно жили и существовали. И всегда какие-то... Три голодомора это мы дружно жили, ты хочешь сказать? Да, всегда жили дружно. Подожди, до голодомора это мы дружно жили, да? Какие голодоморы? Это тоже твои все фантазии. Ворон, когда вы вырезали полностью... Вы все акцентируете внимание только на себе. Во всей стране плохо было. Это когда украинцев ссылали в Сибирь, это мы дружно жили, да? Ссылали каких украинцев? Ссылали не украинцев, а бандеровцев ссылали. Не надо ля-ля рассказывать. Как это? В Полтаве были бандеровцы? Ты с ума сошел? Столько жида-бандеровцев ссылали, которые люди, которые... Понимаешь, и мы настолько гуманные, что мы их не вырезали, понимаешь, не сгноили, а дали им жизнь. Гуманные русские не вырезали. А вы бы так не поступили, вы бы так не поступили. Вы бы, если бы нас захватили, вы бы нас всех начали вырезать. Вот тем мы и отличаемся. А закончится война, мы помиримся и будем все равно все вместе жить. И даже тебя, Андрюха, прости. И даже тебя. Нифига не захватил. А я тебе говорю, вот сейчас попомните мое слово, ты будешь петь совсем по-другому через несколько лет. Нет, ничего подобного. Говорят, мы при любой власти. Ничего подобного. Я думаю, знаешь, как будет? Да, да, да. Будет так же, как с Северной Кореей. Вы будете через забор вот так заглядывать и любоваться, как Андрюха будет сидеть с таким куском сала, с таким куском хлеба, вот таким помидором. Андрюха, подумай о здоровье, не надо столько жрать. Мамон отрастил. У меня еще есть внутренние резервы, так что вы не переживайте за это. Смотрите, нас развалили, ничего у вас не осталось. А что это ничего не осталось? Да ничего у вас не осталось. А что у вас в Воронеже осталось, скажи? Что у вас в Воронеже есть? У нас земледельческий регион, у нас здесь ни одного клочка земли. Все поля. Экспортируем пшеницу, экспортируем подсолнечник. То есть у нас все хорошо. Так, подожди. У нас новая техника вся. Все отлично. Так а чего вы импортируете обратно тоже пшеницу, чтобы покупаете? Израильскую и прочее, как так? Свою продаете, а потом импортируете? Это твои фантазии. Я ем хлеб из местной пшеницы. Из местной? Ту, которую здесь делают и производят. Конечно. Здесь рядом хлебозаводы и муку молят. Да, все это делается, все привозится. В каждом регионе их несколько. У нас здесь три сахарных завода. РПЦ намаливает муку или как там это происходит? Что делают? Ну, РПЦ намаливает муку. Какая РПЦ? Все работает, как и работает. По железной дороге поезда перевозят пшеницу. Пшеница молится. Потом подоставляется мука на хлебопекарные комбинаты. Печется хлеб и поставляется гражданам. Все же просто. У вас же, наверное, так же все. Я чего-то так и думал. У вас так же все. Андрю, ты что? Очнись. У нас не так же абсолютно. А как у вас? У вас хлеб что, с Европы возят? Он же засохнет. Нет, у нас украинский. Нормальный, да, хлеб украинский. Не спорю. Такой же, как и у нас. Хлеб всему голова. И мы такие же. Посмотри. Как раз картинку подобрали. Такую, как вот говорят, как будет на самом деле. Я только сказал, и зрители прислали. Сейчас я тебе сейчас заценишь. Картинку. Так. Сейчас видишь, какой у нас сегодня познавательный стрим. Да, вот сегодня хоть поговорим. А то ты меня отключил. Вот сейчас, вот так будет выглядеть. Вот так, видишь? Вот так. Вот это справа Украина, а слева это вы. Давай, покажи. Там притормаживает стрим, сейчас увидишь. Да сейчас все нормально должно быть. Всем отбой дали. Годится вот так? Все? Что-то длинная пауза там. Ну да, на стриме видно, да-да-да. Вот так будет выглядеть. Северная Корея, Южная Корея, Россия, Украина. А это, наверное, забор, который Яценюк построил, да? Это, который Яценюк сделал пока на меточку. Знаешь, как в этом? Где будет проходить? Да, говорит. Говорит, где деньги? Где деньги? Самый главный же вообще забор, который строю я. А я его строю в сознании украинцев. Я показываю... Да нет, Андрюк, ты разжигаешь. Ты разжигаешь. Это совсем другое. Ты ломаешь, понимаешь? Сознание. Разжигаю к оккупантам. Для того, чтобы украинцы больше не верили вам, как они верили. А в чем? А где ты видишь оккупантов? Где вас кто оккупировал? В каком месте? Покажи, пожалуйста. Крым. Донбасс. А ты спросил у крымчан. Вот посмотри, сколько видео. Подожди. Если бы крымчане были оккупированы, они, наверное, бы восстали. Сказали, Россия нас оккупировала. Украина, заберите нас обратно. Где это? Ты сильно восстанешь против российских танков, будучи гражданским человеком? Какие? Там танков не было. Секунду. Сильно россияне вы восстали против того, что вас сейчас садят за репосты там в сетях? Где? Кого посадили за репост? Покажи. Давай в труху. Кого посадили за репост? Сильно вы восстали за повышение пенсионного возраста, за введение Платона, за кучу еще всякой херни, за пакет Яровой. Вы сильно восстали? Правильно, коммерсов надо обкладывать налогами, чтобы они платили деньги в бюджет, вот и все. А нормальные люди будут работать, конечно. Коммерсов, я так понимаю. А чьи фуры вот эти все ходят, этих всяких олигархов, которые ездят, их надо обкладывать налогом, чтобы они платили деньги. У нас же не осталось олигархов, ты с ума сошел? Так ты шо, у нас нормально, там у нас список форф возглавляют наши люди, ты шо? У вас осталось только Хуйло и его кооператив Озеро. У вас уже давно нет никаких олигархов. Это ваши фантазии, какой кооператив Озеро? Это сказки, которые придумали еще эти немцовые всякие там. Я понял, мне нравится, как россияне вспоминают 90-е, когда были бандиты, а Путин потом это все поборол. Так я вам рассказываю. Да, очень хитро и очень умно поборол. И забрал все государство. Сейчас ФСБ подмяло полностью все. То есть бизнес теперь крышуется ФСБшниками. Это сказки. Пожаловаться никому нельзя абсолютно. Поэтому у вас обычное тоталитарное государство, в котором... Какой бизнес крышуется ФСБ? О чем вы говорите? У нас есть налоговая служба, у нас все службы работают. Финансируется государством и все остальное. Понимаешь? Андрюк, ну ты ерунду мелишь. Ну какие ФСБшники крышуют? Где кого они крышуют? Ну о чем ты говоришь? Ну какие, ты кого не спроси. А кто крышует? Неужели ты телевизор смотришь? Я с тебя вот удивляюсь. Ты вроде взрослый человек. Не телевизор, а собираюсь только покупать. Ну значит ты какие-то новости неправильные читаешь. Минутка рекламы, минутка рекламы. Те, кто не знают, я вот это решил телевизор все-таки купить. Самсунг и LG собираются в России. Все, кто с 13-го года по 18-й, с 14-го по 18-й год купит LG и Самсунг, будем запенивать потом. Ходить по квартирам смотреть, кто купил российский телевизор. Это так, минутка Бандеровска. Ну а что еще вы можете? Что еще вы можете сделать? Только вот от тарелки можете спутниковой отпиливать ходить. Сегодня я смотрел видос интересный еще про события 2008 года, когда вы напали на Грузию. И там Ваша Хуйло выступает и говорит, да, в 2006 году был придуман план, по которому мы действовали. Были, подготавливались наемники, ну не наемники, якобы ополченцы. Но говорит, вы же понимаете, что ополченцы сами не могут противостоять машине государственной. Даже Грузии не могут, Грузинская армия не могут противостоять. Поэтому, конечно, мы ввели и все остальное. Точно так и на Донбассе везде вы себя ведете. Да, это сказки. Во-первых, Владимир Владимирович, а не Хуйло. Во-вторых, мы прекрасно знали, что Грузия будет решать свои территориальные вопросы путем нападения на Осетию. Это Ваши фантазии, еще раз говорю. Так я говорю, Хуйло надо говорить правильно. Это Ваши фантазии. У Вас везде это понаписано и на номерах. И как же Вы от этого млеете? И во всем у Вас Путин виноват. И как же Вы хотите, чтобы он стал Вашим президентом? Кстати, я так не считаю, что Путин виноват. Я считаю, что виновата российское стадо. И ты, как его представитель, тоже. Те, кто выбирают его постоянно, выбирают эту власть. И эта же власть потом Вас и дрючит. Нет, у нас все хорошо. У нас власть хорошая. Мы своих не бросаем, я тебе так скажу. И Вас не бросим. Кого Вы, блядь, не бросаете? Своих никогда не бросаем. Кого Вы не бросаете, расскажи мне? Никого. Бабушкам соберите на дрова на эту зиму своих они не бросают. Да все у нас нормально с бабушками. Мы каждый такой вопрос поднимаем и помогаем. У нас социальные службы работают. Мост хоть один в России постройте и приведите в порядок. О чем ты рассказываешь? У нас мостов, ты сколько почитай построено за последние года. О чем ты говоришь? Что там построено? А что у вас построено? У вас они только падают, блядь. В Киеве мост ухвал. Люди от рака вздыхают без обезболивающих. Да все есть, это сказки. Никто ни от чего не вздыхает. О чем ты рассказываешь? Это все сказки. Для твоей подписоты, ебанутая, вот эта, которая все смотрит, блядь. Подписаться, ставим лайки, донатим на канал 4284, на карту 9006. Продолжает террорист из России, кибертеррорист, атаковать, дедосить мой компьютером. Он же не понимает, что преступления вот такие, они не только украинская и российская законодательства. Ой, да что ты мне рассказываешь? Мне уже не будет, потому что у нас между странами война, блядь, спалил всего и Путина и все остальное. Так это же ваши мысли, я тебя троллю, ты что не понимаешь, что ли? Мы с тобой не договорили, ты же меня оборвал тогда. Ты так прокурору и расскажешь. Так вот, вот эти преступления, они выходят за рамки межгосударственных вот этих вот отношений. Это вообще международный терроризм. Поэтому есть его фамилия, его признание, что он это делал. Его, сейчас будем подавать его на розыск в Интерпол. А там уже к послушанию. Давай, 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 давай. В свете расследования вашего вторжения, выборы в США, кибератаку, как раз вот лягушонка и возьмем за жопу. Не, я понимаю, что Россия не выдаст. Я вмешался сам лично в кибератаке и буду их делать, понятно? Смотри, Россия тебя не выдаст, но ты пропадешь так же, как у те чувачки из Бука, которые сбили малайзийский лайнер, которых теперь не найти. Как у те, кого мы поменяли, Ерофеев и Александров. Где они делись вообще-то эти два ваших этих гру, которых мы поменяли. Работают, живут и здравствуют. И получили компенсацию за то, что содержались под стражей. А за что компенсация? А за то, что пострадали, они в это время не зарабатывали деньги, семьи их, все, им это компенсировали. А как они оказались на территории суверенного государства? Зарабатывали деньги? Нет, это уже история. Я этих моментов не знаю, поэтому я об этом говорить не буду. А, вот я понял. А что ты знаешь вообще? Много чего знаю, но вот этого, об этом моменте я говорить не буду, потому что надо погуглить, прежде чем об этом говорить. Вы что-то ничего не знаете вообще, что происходит в вашей стране. Ладно, Лягушонок, давай, работы полно. Давай, плотва. Давай, счастливо, покедовать тебе. Не хворайте. Держи. Да, и ты не хворай, да. Мы еще с тобой встретимся при других обстоятельствах. Я тебе обещаю. Хорошо, конечно, да. Я тоже не обещаю. И Масад ваш будет меня ловить, дедусик мне обещал. Да кому ты нужен, я тебя умоляю, ты никто. Так я и смеюсь. Ну, блядь. Ай, блядь, давай. Ох уж дедусик, блин. Я вас приветствую. Здравствуйте. Как же здорово. Чем могу быть полезным? Не знаю, деньги есть у вас. А деньги полезные, что ли? Деньги богатства. Нет, я не богатства. Нет, я не богатства. Я хочу просто, чтобы долго дали за газ. А так, какое богатство? Просто наши деньги верните, вот и все. Деньги вам нужны. Да, верните деньги за газ. За газ? Я могу газ берегнуть. А где у вас? Там, где я думаю? Да. Что-то я так и подозревал, что только в том месте у вас, россиянина, есть типичного газа. Ну, что там? Что вы президентом выбраете? Что? Президентом? Президентом выбрали у вас? В следующем году. Я в России живу, но я с родом из Азербайджана. Вот сейчас такой жизнь проживает, я это прожил. Лет 20 назад. У нас, нам повезло, повезло, что у нас был дель. Народ пошли, на поле мы стояли, его пригласили, чтобы приходили. Кто был у вас? Гейдар Алиев. Дель. Гейдар Алиев. А, Гейдар Алиев. Я вам советую. Вы хорошенько не пускайте. Потому что он начал, он должен довести до конца. Если вы пусите, Я, наверное, уже там Украины не увижу, наверное, больше. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно. Глаз я электричество использую. Я могу несколько киловатт-часов электричества вас подогнать. Батареи, которые там были похожи, никак. Аккумуляторы или что, нет, есть аккумуляторы у вас? Аккумуляторы? Да, отправьте меня, залежат. А, да, да. Да не, дорого, пересылка дорого. Ну что, не стоит? Долг просили, а что делать? Не, ну, раз у вас ничего нету... Погу, ну, похватать. Не, смотрите, вы уже дали хороший совет, он дороже, чем деньги. Да. Однозначно. Порошенко, Петра Алексеевича на второй срок президентства. То, что я говорю. Потому что все эти дела проходят, значит, какой-то комбинацией строится. Как Аристофель сказал. Все могут начертить круг. А в центре круга не каждый найдет. Круг все могут начертить. Вот поэтому и сел вот в центр круга. А дороги туда много. Когда какая-нибудь команда собирается вот к этому центру круга пойти, они выбирают какой-то путь. Есть другие альтернативные. Это точно есть. Это не значит, что если там по другому путь пойдешь, уже не тот комбинацией, не тот план. Надо заново все законструировать. А конструкция так частная не ломает. Согласен с вами. Спасибо за ваш совет. Знаете, как вообще есть законы Мерфи, так называемые? И всегда специалист это человек не из нашего города. Вот когда я говорю, что надо Порошенко на второй срок, мне не верят. Потому что я свой такое, знаешь. Ну что я это могу понимать? Когда человек из другой страны дает такой совет, он более важен для наших. Я надеюсь, он им дойдет все-таки. Все, спасибо за совет. Я пойду дальше. Имя-то кому это дойдет? Имя-то кто? Это народ Украины дает. Кто им дойдет? Там узкий круг, что ли, чтобы им дошел? Ну не, моим зрителям и так доходит. Я надеюсь, что когда-то дойдет всем остальным. А в России кого советуете, кроме Путина? В России? Сталина. Выкопать. Я помню Путина начала двухтысячных годов. Я такой Путин помню. У меня подсознание он остался. Он все уладит. У меня вот он остался. Вот тогда он все уладит. У меня даже я вообще 82-го года живу в России. Даже у меня был такой жена русская у меня там. Я обрусевший типа. Я так... Ну опять идет атака, ребята, опять. Не нравится им разговор про Путина. Не нравятся разговоры про то, что Порошенко на второй срок. Поэтому, ребята, помните, как в том фильме с Авдеповском. Хорошие сапоги надо брать. Очень нам всем рекомендую Петра Алексеевича на второй срок. А Верховную Раду надо менять. Однозначно. На молодых, перспективных, каких-то новых политиков. Все то старое кодло, у тех всех старых пердунов, вот там трижды героев, которые просрали эту страну, всех сраной метлой на пенсию. Пусть отдыхают, наворованные тратят, все. Так, ладно. Сегодня и так уже три часа стрим. Ребята, поддержим канал 4284. Поддержим армию. Не тупим, думаем своей башкой. Вы видите, какой там пиздец происходит. И главное, главное вы должны понять. Они понимают, что они нас не могут никак побороть. Никак у них нету силенок. Они просто хотят влезть к нам так. Со своей псевдодружбой. Понимаете? Поэтому, ребята, думайте башкой. Голосуйте за нормального президента, за Порошенко, если не будет других каких-то суперкандидатов. Потому что все остальные кандидаты, это полный отстой. Все, всем удачи, пока. До новых встреч. А почему я напеваю эту песенку? Потому что, когда я вижу этих свинорусов, этих российских пидоров, то только эта песенка и приходит на ум. Мои же уши вспотели. Ладно, все, давайте пакедом.